Вы когда-нибудь думали о том, что может произойти случай, который может изменить абсолютно всё? Вмиг всё, о чём вы знали, меняется. У вас остаётся только один вариант. Жить дальше. Жить так, как ты считаешь нужным. И оставаться тем, кто ты есть. И я кот. Нет. Я голдмен. И это моя история. Как вы догадались, вышла новая модификация под названием «История кота». Если вы хотите, чтобы я полностью прошёл данный мод, то поддержите первую серию максимально круто. Надеюсь на твою подписку с колокольчиком. Желаю тебе приятного аппетита и просмотра. Ссылка на мод есть в описании. И я начинаю. Менюшка, кстати, крутая. Анимированная. В общем, давайте не будем медлить новая игра. Начал истории. История кота. Поехали. Пойдём, брат. Скоро начнётся. Пойдём, брат. Пойдём, брат. Братья, долгие годы мы ждали. Ждали, пока Великий Монолит направит нас на истинный путь. И сегодня этот момент настал. Сегодня свержится величайший день в истории. Настало наше время, братья. Слава Монолиту! Великолепно. Это просто великолепно. Если всё пойдёт по плану, то мы сможем взяться за работу в ближайшие сутки. Да, Владимир Олегович, то, что некогда казалось нам безумным и невероятным, сейчас становится вполне реальным. Сегодня мы навсегда прогоним этих грязных людей, которые всё это время оскверняли Великий Монолит. Этот день вернёт всё на круги своя. Вперёд, братья! Вперёд, братья! Вперёд, братья! Приём, братья! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Помоги. Всех, кто судит. Великий Монолит ждёт. Помни, за что ты сражаешься? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А, вот так, да, значит, ну, окей. Ох ты, что это такое-то, что за... Это противогаз у меня такое, что ли? Стандартный противогаз? Да ну нафиг, слушай, слишком какой-то некрасивый. Здравствуйте. Так, что у меня вообще имеется? У меня имеется... А, я Сережа Кот, кстати, Сережка Кот. У меня имеется вот такой блокнотик. В блокноте написаны различные письма некой Александре Де. Я уже и не помню, откуда он у меня и кто эта девушка. Но когда-нибудь я обязательно все о нем узнаю. А пока пусть лучше побудет в моем рюкзаке. Так, ну открыть его никак нельзя. Так, продавайте-ка сразу гушеки, наверное, притарабаним к нашим ментовочкам. Это антидот и новые виды. Ну, не виды, а новые иконки аптечек. Не знаю, есть ли тут заниматься или нет. Но если есть, тоже будет здорово. Ну, я не рад. Да, и патроны, и еда. Все, ясно, понятно. Надеюсь, что стартовый ролик как-то был связан как раз-таки с... Это самое... С игрой. Но игра мы за Монолит, кстати. Проповедник Иосиф. Приветствую тебя, слуга Монолита. Приветствую вас, проповедник. Хм... Я раньше и подумать не мог, что мы, Монолитовцы, станем настолько сильной группировкой, что сможем взять под свой контроль целую Чернобыльскую АЭС. Да, я тоже удивляюсь. На то и есть мощь Монолита. Он хотел, чтобы именно мы были его слугами и охранниками. Ладно, что-то мы заговорились. Как ты понимаешь, одной ЧС мало. Чтобы полностью обеспечить Монолиту полную защиту и скрытность, мы должны захватить большую часть северных локаций. То есть Госпиталь, Припять, Лиманск и Радар? Ну да, захват Радара уже прошел более-менее успешно. Остались только мы. На нас возложена ответственность за захват территорий, как Госпиталь и Лиманск. По возможности и Лиманский парк и Желез. Сейчас мы заброшены в Госпитале. Вся проблема в том, что эти территории контролируют военные. Поэтому мы должны действовать разумно и слаженно. Слушаться вас, держаться рядом с отрядом и быть внимательным. Отличный боец. Схватываешь на леду. Я думаю, ты готов. Конечно, готов. Вперед за мной. Подожди, а мы в каком году играем? О, подашник такой новенький, прикольный. Играем мы в году, в 2010 году. Да, когда только Монолит начал завоевывать все эти территории. Ну, в принципе, аналогично. А вот и патруль. Тихо сними двух военных с балкона. Где? Не вижу, подожди. А, вон. Нифига. Атак, ну, там снофа. Нифига себе, натуре. Незаметно убрать военных. Да ща на изях, пацан. Ну-ка, ну-ка, одного убиваем. А, замыли мне долбаные. Все отлично. Молодец, брат, метко стреляешь. Отряд, выдвигаемся. Спасибо. Зря фонарик, конечно, выключил. Он все равно ни на что не влияет. Оружейка тут, в принципе, имеется. Да, более-менее нормально. Конечно, это вам не ганслингер с 3D-кпкшником. Но и такое тоже пойдет, в принципе, неплохо. Так, отряд, оставайтесь здесь. А ты пойди на разведку. Я буду ждать там, пока к нам остальные подтянутся. Понял. А, надо идти туда, видимо. Да, ну пойдем. А почему я один на разведку? Нас напали монолитовцы. Быстрее вызывайте вертушку на точку А2. О, плачки, здорово. А что тут сидишь? На тебе в рот и тебе на в рот. Как я понимаю, вертушка сейчас у нас будет, да? То есть... Опа. Что? Ну-ка. Опа. Видали, что умею? Нифига себе. Так, здравствуйте. Так, куда надо дальше? Мы уже на подходе. Забеть вертолет. Ой, музыка эпично заиграла. Вау. Ни хрена себе. Вот это да. Сбить вертолет и... Ну давай, сейчас попробуем это сделать, конечно. Но это будет сделать, мне кажется, крайне сложно. Тихо, 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 тихо. Но в оригинале, потому что хотя бы было видно, сколько там ему осталось. Да? А здесь нет. Ай, фигел совсем. Блин, какая-то не очень хорошая позиция, честно говоря, у меня. Но ничего страшного, ладно. Так, тихо, тихо, тихо. Охренеть. О, новую анимацию, кстати, добавили из Коочернобыля, да, по-моему? Блин, говно позиция, долбанная тумбочка заколебала меня. Да как ты? Сейчас будет симулятор перезагрузки игры. В этот мод, конечно, с одной жизнью можно попробовать поиграть, но... Но... Да, спасибо. Да что? Серьезно? Просто жесть. Я не знаю, мне сейчас, наверное, придется заново начать играть, потому что я уже сохранился в том... Когда, по мне, вертолет уже кондехает, и когда я, скорее всего... А, я... Ясно понимаю. Попытка номер два. Давай-ка попробуем занять более удобную, что ли, позицию. Хотя, не знаю, насколько эта позиция будет удобной. Тихо, 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 тихо. Но, в любом случае, сейф у меня есть. Слушай, может, где-то валяется... О, хорошая позиция, прям... Твари, ну ладно. Надо было ему в хвост настреливать, это самое слабое место у вертушки. Так что, вот так вот, да, знайте это. Ну, давай, даже в крылышко тебя поставляем, почему нет? Тихо, тихо, отходим. Нет, ну я вот так-то уже знатно надамажил, на самом деле. Так, это не вертолет, подожди, а куда он делся? А, он решил... Он решил вообще уйти, да? Ну ладно. Серьезно, так все просто было, на самом деле. Я что за фриз, не понял. Это вылет, что ли, какой-то? Нет, это не вылет, ладно. В бой, защитники, монолита. Ой, залагало-то все как-то. Тихо, что за... Что за фигня мне в ПС сел, прикинь? На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Поешь. Офигеть, сколько вас там? Просто-просто ордам отпало на нас этих военных. Господи. 18 человек на ордаре, пацаны. 18. Конечно, в ПС садят у меня, е-мое. Так, в голову тебе. Ну, их на самом деле очень тут много. На-на-на-на-на-на еще. Но на самом деле, мод позиционирует себя как такой экшенистый продукт. То есть, реально тут нам придется много и часто стреляет. Так, ладно, давай-ка пройдем вот сюда. Кого ты там кричишь? Дурак всем, что ли? Офигеть, смотри, сколько их там. Жесть. Они там под себя даже грены кидают. Так, вот так тебе. Ага. Поели? Гранаты. Тихо, 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 тихо. Ну, еще один. Эй, а почему вас так много? Не понял. Ладно, давай-ка, наверное, тут пойдем. Не то, что прям безопасно, но тут, в принципе, можно попробовать с ними еще постреляться более-менее, да, на ближней дистанции. Вот так тебе в голову. У меня скоро так патрон закончится, на самом деле. Так, где, 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 где? Я же только что там был, там никого не было. Что за пигня? Привет. Так, давай-ка возьмем твой АЕК. Что у тебя тут было? Давай-давай, забираем, забираем пока все. Что можем забрать? Все, давай-ка пока спрячемся. Это что такое? Это у нас... Давай-ка АЕК возьмем. Я знаю то, что АЕК, это офигенная волына, на самом деле. Это, наверное, лучшее оружие из этого оружейного пака именно на калибр... Ну, вот такой калибр, да? Под калибр 5.45. Так что давайте-ка будем, наверное, юзать все-таки его. И что? Какой-то телепорт здесь. В смысле? Что надо сделать? Отбить атаку военных. Да вроде я отбил уже, нет? А, кто-то стонет. Ну, конечно же, кто-то останется стонать. Все, отлично. Так, и что? А, еще военные появились? Серьезно? Братья вперед, двигаемся дальше. А, нет, не появились. Ладно, мне показалось. Так, ну, давай будем забирать тогда их волыны. Ну, хотя, насчет того, лучше она или хуже? Ну, подожди, да, посмотрим реально. Ну, нет, давай, наверное, ее оставим. Серьезно, ибо нам это уже не надо будет. Так, давай, выкинем, выкинем. Ну, благо, с них дропается довольно-таки неплохой лут. Вот, плюс, плюс ПДАшники. Не знаю, зачем ПДАшники нужны. Опа, а вот это, по-моему, очень даже годная вещь. Подожди, покажи, где? Вот она, кстати. Хм, Скар. Ну, блин, он убитый у него, поэтому, наверное, братья, все-таки его не буду, да? Потому что он нафиг он нужен нам убитый такой. Как-то так, так, и что, у тебя было, мой дорогой друг? Ну, у тебя ничего особо-то и не было. А у тебя? А у тебя были патроны. Ну, тоже пойдет, почему нет? Так, а нам надо куда дальше идти-то? А дальше надо, видимо, идти, выбраться из госпиталя, добраться до Лиманска. Ага. Нифига себе, тут у них анимации-то какие поперли. Ну, что вы хотели? Как-никак, 20-й год на дворе. Ай-яй-яй-яй. И как ты меня видел? Да ну, ш-ш-ш-ш. Там пулеметная точка, что ли, я понять не могу? Подожди, в смысле? Ибо как только я вылазил из-за укрытия, у меня сразу начинают просто палить со всех щелей. Тихо-тихо-тихо. И просто минус FPS, знаете. Ай, что? Где? Давай-ка все-таки настройки немного пониже, а то какой-то слишком низкий FPS. Это не очень круто, на самом деле. Так, а может быть надо как-то сюда пробраться? Ай. Угу, пробрался. Кто шьет из пулемета там? А, вон там вижу пулемет. Что за... А, понимаю. Не, на самом деле, я бы понял, где пулеметчик находится. Это здорово. Нам как-нибудь сейчас его аккуратненько снять. Блин, капец ты там, а? Все, убили, пулеметчик снят. А, ну я по нему не стрелял, и хз, кто там его грохнул. Но это здорово, на самом деле. Да, ты бы еще с саблочком пришел бы на эту бойню. Ты серьезно, а? Да убивай, убивай в натуре. По фразе графика оригинальная, но все равно лагает за биг. Не знаю, ну тут... Чего ты лежишь, ни хрена себе, ты жесткий какой дядька-то. Так, давай-ка сразу улетаем монолит... А, это... Это муляж, боже. Это кто такой наглый? У меня только аптечек скоро не хватит на них. Блин, у меня осталась последняя аптечка. И парочку бинтов, конечно, еще имеется, но все же это мало. Давай-ка я лучше возьму, наверное, Скарл. Он будет намного лучше, мне кажется. Ну как намного лучше? Я просто почему-то помню, что я сказал вчера, бля, то, что пушка-то реально очень даже годная. Поэтому давай-ка сейчас ее заберем. А, они все где-то, видимо, внизу. Да, ну нате вам карнату, ребята. Чего могу сказать? Вот так вот. Опа. И все. ГГ. Ну, нет, не ГГ, но тем не менее. Вроде как я кого-то напугал, во всяком случае. Так, вот один валяется. И где еще челики? Вижу. Все, отлично. Пробраться через отряд военных. А, это выполнено задание. Ладно, понятно. Что нам эти подашники, кстати, дают? Давайте посмотрим. Я их столько насобирал уже. Так, сколько? Что, полученные деньги? Полученные деньги. А сколько денег я получаю? А, вот 960. Нифига, так-то так можно фармиться же, смотри. Так можно просто идешь и фармишь себе бабки. Ха-ха, нормально. Ох ты. И анимации тут, смотри, какие прям. Но, конечно, старенькие анимации уже такие. По сравнению с ганслингером, ух ты, здорово. Такое себе, ну ладно, ладно. И так сойдет, в принципе. А, что? Это что, БТР, что ли, такое? Нифига себе. Здорово. Брат, кинь гранату под дно БТРа. Только не высовывайся, а то зацепит. Ладно, ладно, на тебе. У меня ломфы, гранат. Давай, взорвать БТР. Да без проблем. Подожди, на. Еще на. Под дно БТР. Так надо попасть же. А, лову вроде убил. Да, все классно. Молодец, братья. Идем дальше. Погнали. Меня похвалили. Осторожно, мины. Не бойся, брат. Помощь уже близко. Ну, спасибо. Не оставляй нас. Твоих детей. Ты че со мной делаешь, алло? Похоже, что он приходит в себя. Отлично. Пусть подойдет ко мне. Ему надо многое рассказать. То, что вы геи, я догадываюсь. Монолит, почему ты оставил нас? Мы плачем. Мы ждем. Привет. Ну, привет, Крепкий Орешек. В смысле, Крепкий Орешек? Что? Уже все забыл? Ты на мины наступил и выжил. Не каждому так и все, как тебе. А, что-то припоминаю. Да, я же на мины напоролся. Как же это... Уф, ладно. Мысли в голову скачут. Где моя снаряга? Я и сам не знаю. Видно, потерялась где-то. Ладно. А что это за место такое странное? Лаборатория какая-то? Да, это лаборатория. Помнишь, как мы сюда пришли? Нет, конечно. Давай объясняй. И только медленно, а то голова что-то кружится. Короче, ты подорвался на мини. После этого тебя подобрали в бессознательном состоянии. Только ты что-то промотал про возвращение куда-то и про блок... И про блокнот какой-то... Подожди. А, фух. На месте. Ну и что дальше? Небо вдруг помутнело. Резко... Потом резко стало красным. После чего пришел сигнал о надвигающемся выбросе. Ну и мы решили найти укрытие. Спустя некоторое время нашли металлическую дверь. Зашли в нее и очутились здесь. Спустя пару часов заметили, что сигнал о конце выброса не проходит. Шоли выйти, а тут бац, перед дверью появился пространственный пузырь. Вот мы выбраться не можем теперь. Фига себе, вот это прикол тут происходит. А другой выход пытались искать? Если честно, то нет. Слушай, братан, как там тебе? Кот? Так, кот, мы тут с пацанами немного потустали. Может ты сходишь, посмотришь, что там да как по рукам? По рукам, но это только из-за того, что вы меня не бросили. Вот и славненько. Что-нибудь найдешь? Приходи, решим. Разведать помещение лаборатории Х-7. Субтитры создавал DimaTorzok